привет привет друзья давно не выходил в прямой эфир я в инстаграме почему а потому что сейчас я тестирую прямое вещание века и честно говоря хочу сказать друзья очень я доволен именно века непосредственно даже не знаю какую платформу предпочесть и на какой платформе больше работать потому что я пробовал и facebook и перископ и инстаграм который мне до последнего времени сильно нравился но сейчас прямо реально мне понравился века инстаграм чем хорош там можно записать на телефон эфир свой как бы так удобно да на самом деле с одной стороны а с другой стороны когда есть интернет у меня вообще по барабану записывается в телефон или нет почему потому что привет привет потому что я пришел там да взял и скачал с интернета сам не свое видео и перезалил его на youtube например да никаких проблем абсолютно не вижу вот но в к там аудитория собирается хорошо и причем она более такая целевая там действительно настоящие такие люди кто читает мне подписан на рассылки на все в инстаграме там конечно много приходит людей которые вот в первый раз так и в городе с одной стороны хорошо привлекается там аудитория новая да которая потом посещает все ресурсы с другой стороны часто не попадаешь в аудиторию смотришь масса просмотров а откликов вообще практически никакой и никакого диалога друзья вот я готов с вами сейчас пообщаться на тему своих всех дней на все свои темы которые в общем то я веду кто меня знает тот знает какие мне вопросы задавать и какими темами делиться со мной да так что готов пообщаться но смотрите чаще всего я теперь наверное все таки буду выходить в эфир вконтакте мне вообще понравилось ну реально то есть вк прям рулит как только они сделали на андроиде так какого отклика но я же вижу это самый по трафику скан так откуда приходит народ на сайт предположим я вижу в самом вк то есть у меня остается в счетчик на сайте я захожу на счетчик и кликаю ну тут откуда посещаемость с какой см страницы с какого ресурса и вижу что с вк а с инстаграма я такого не вижу ну и и так далее а потом ответы вопросы а значит после того как эфир самки прошел а под видео опять же вопросы какие-то обсуждения в инстаграме этого нигде этого нет то есть эфир прошел и слава богу его уже нету и то есть его запись нигде не сохраняется надо перезаливать в ютуб и в инстаграме не поддерживается вот это вот общение а вы хоть никит узнаете был ли уже человек или нет был ли уже человек или нет этого я не понимаю о чем сам ей вопрос а нигде да те кто постоянно заходит конечно же узнаю а если не я могу и даже вопрос конкретно задать кто это и мне ответят я потом уже запоминаю у меня память очень хорошая и аудиторию свою постоянно ну особенно кто вот общается конечно те кто просто приходит мне посмотреть там эти ники проскочили две секунды я и не запомнил кто там был и не увидел даже а вот кто там оставил какой-то вот сообщение конечно вижу а потом я скажу вам больше друзья нормальные люди вот прям нормальные да они не под никами понимаете они под именами под фамилиями вот эти вот анонимки это для тех людей которые какие-то не самодостаточные что ли по жизни скорее всего нет я понимаю когда ник он что-то скам так отражает но когда это вот она там отражает только для него и это никому не понятно какого он но то общение на какое скаток общение рассчитывать в принципе это может задавая реальные вопросы мне часто задают какие-то вопросы до по медицинской тематике по тематике по тематике коррекции фигуры если по почте присылает человек и вам пришло сообщение от там абв там 123 я такие письма даже не читаю ну могу прочитать чтобы понять что человека там интересует чтобы может быть потом в базу вопросов закинуть и на эту тему провести эфир ну вот отвечать персонально без шансов не отвечу никогда на такое письмо эти анонимки эти мне не интересно совершенно нормальный человек общается нормально я везде под именами под своими по собственной фамилии все меня можно найти просто набрав к михаил шилов все если где-то я присутствую как шилов м то тоже понятно по фамилии шилов все набираем все но это появляется везде во всех социальных сетях и все остальное прочее то есть чё шифроваться я ни от кого не прячусь если я общаюсь задают вопрос от имени собаки своего а на что рассчитывают люди которые под какими-то там символами кодируется я в общем то не понимаю имена да с именами тоже понятно то есть когда человек пишет имя без фамилии ну ладно там еще понятно написал имя зарегистрировался так все ясно но вообще конечно реально правильно вот скажем так общаться если общаться на форумах где-то на каких-то сайтах которые подразумевают вопрос ответ конечно имя у человека я считаю должно быть полное вот это кстати интересная тема для эфира как вообще регистрировать в социальных сетях а и на разных своих формах человек который пишет какие-то аббревиатуры вообще непонятно это значит для того чтобы он хочет остаться не узнанным что стесняется чего либо хочет проявить какую-то свою внутридивидуальность в той сфере где этого никто не ждет и это никто не понимает ну и ради бога нормальным людям которые и серьезно скажем так общаются настроены на персональное общение недостаточно знать информации такой о человеке с которым он общаться собирается ее и так в общем то мало потому что никогда не понятно кто под кем зарегистрировался может и имя фамилия быть и фотография но это вовсе не тот человек и даже не мужчина там а женщина и все остальное прочее но тем не менее это хотя бы говорит о том что не ну это безличная какая-то фигура по крайней мере представляешь с кем общаешься может это не соответствует сми реальности но представляешь а там вообще непонятно на наводящие вопросы вот это вот сантаинственность возможно это хорошо подходит для молодежи которые шифруются там интересно некий флер такой там общение в интернете таинство или наоборот они хотят чтобы никто не понимал кто это вообще присутствует у них такой-то между собой чек такие терки но когда это общественная площадка такая там люди должны быть узнаваемы так а цифры я понимаю когда ставятся цифры когда имя уже занято все ясно напиши имя а потом поставь цифры которые что-то будут обозначать номер телефона ну я еще так шучу там не знаю дату рождения регион не знаю что-нибудь еще но все уже понятно будет так когда цифры ставятся я знаю друзья думаете это непонятно что ли но вообще знаете когда цифры ставятся такие действительно там 1 2 3 и все такое то есть это тоже ну так недостатка фантазии что ли или я не знаю там недостатка чего всегда можно придумать имя такое да такой такой ник который будет без цифры будет иметь целевое какое-то сам содержание и непонятное вот если бы у меня было бы занято Михаил Шилов например да я бы набрал бы там от Макевара Михаил Шилов или Михаил Шилов сам и Макевара или доктор Шилов там или Майкл Шилов доктор там не знаю как угодно всегда можно найти то что будет отражать как бы суть да или буду шин Михаил Шилов ну вот запросто ну думаю зачем на обсуждение данной публики тратить время ну правильно нет не на обсуждение публики я наоборот почему я об этом говорю я призываю людей потому что на самом деле нормальные ребята могут действительно задавать хорошие вопросы но учитывая тот факт что вот есть такой недостаток интернет культуры или вернее она своеобразная скажем так интернет культура сам шифроваться вот так вот они рискуют просто не получить ответы у людей из более старшего поколения такого как я потому что у меня например не втыкает общаться с с набором букв я не ну обратиться не могу ни письмо потом написать если это если человек говорит и я это перезвоню я вообще не понимаю кто это перезванивать будет им вообще все начинается с того по жизни когда люди начинают общаться а вообще начинают общаться если это культурные воспитанные люди они сначала поздороваюсь а потом что делают Они друг другу представляются, чтобы они понимали, как обращаться друг к другу дальше. Вот что, понимаете, должно быть. А тут непонятно, с кем общаться, как обращаться. То есть это подразумевает низкий уровень культуры общения. Поэтому, ребят, надо его менять. Если хотите иметь какой-то там аккаунт, там подшифровки, если они вам нужны, если вы такой таинственный суперагент, не учитывают привычки на поколение. Ну да, да, и мы не учитываем тоже. Вот я же не хочу учитывать привычки их, что они шифруются так. Нет, есть, понимаете, определенные манеры, что такое хорошо, что такое плохо. Я считаю, что не нужно создавать конкретные субкультуры и отдельную субкультуру общения в интернете и отдельную культуру общения в жизни. Это очень сильно отдаляет интернет от быта, и интернет прекращает служить важной функцией. Являться продолжением коммуникации в офлайн. Он становится совершенно отдельной средой, отдельной совершенно средой. И люди потом уже в офлайне не умеют общаться тоже правильно. Они в интернете могут быть супергероями, в реальной жизни все, они никто. Это именно происходит из-за того, что разница большая очень существует в культурах общения. Так, вам приходилось общаться... вам приходится, вы старше. Так, что мне приходится, что я старше? С кем приходится? Немножко пояснить немножко подробнее, что такое, что мне приходится, я старше. Старше? Ну, старше кого-то, но я ведь и младше других людей. Кстати, хочу сказать, что моя аудитория, она в огромном количестве состоит из людей, которые старше меня. Особенно, что касается медицинской тематики, профилактики, там, остеохондроза, там, и прочих заболеваний, ну, позвоночника, да. А что касается, ну, обсуждений публичных тем, различных, может быть, даже философских суждений. У меня, ну, аудитория такая взрослая, то есть там люди старше 40 и старше 50, и даже 60, вот. И у меня не возникает таких проблем, понимаете. Вот у нас разница в возрасте мне 42 года, да, им, предположим, 62, 20 лет разницы. И у нас не возникает таких проблем, а в культуре, в общении. А молодежь, скажем, 20 лет, а мне 42, тут возникает, понимаете, очень часто люди такого возраста, как я и старше, воспринимают общение молодежи в интернете, как крайнюю невоспитанность. Когда начинается с первой секунды тыканье, понимаете, я не гордый, я не буду образовать и говорить там, типа, а я не слишком ли молод, чтобы там вы мне тыкали, там, просто, понимаете. Ну, да, воспитание другое, и есть определенная вежность. С незнакомым человеком всегда разговор начинается на вы. Я больше чем уверен, что в обычной жизни эти все писатели в интернете, которые пишут сразу на «ты», хотя видят и ник человека, ну, не видят человека, его фото, и они понимают, что он старше, не смотрят его видео, начинают сразу тыкать ни с того ни с сего. Что? Это вот именно субкультура, вот интернет-общение влияет таким образом. В жизни они бы такого никогда не позволили себе. Он подошел бы ко мне, сопляк такой, он бы не стал мне тыкать. Эй, ты там, а ты скажи, к чему дожрать, чтобы там банки нарасти? Никто так обращаться бы не стал. Сказали бы, извините, пожалуйста, а вы не подскажете? Или, а как вам надо обратиться? Вот это было бы так. То есть, на самом деле, часто они понимают, как общаться с людьми-то надо. То есть, их мама с папой научили, что такое хорошо и что такое плохо. То есть, культура есть. Только она меняется на субкультуру общения в интернете, когда люди сильно разъединяют это все дело. И поэтому это не моя проблема. И не проблема старшего поколения. А это проблема определенного формирования внутреннего воспитания, внутренней культуры. И поэтому я не к тому, что критикую сильно молодежь, там, да, каждое поколение критикует. Я к тому, что если они хотят что-то получить от тех людей, которые старше, задать вопросы и получить ответы, надо понимать, что и общаться нужно правильно. Тем более, в жизни они, как правило, знают, как это делать. А в интернете этого по какой-то причине делать не хотят. И это совершенно неправильный подход. Вот я как раз об этом и веду речь. Да, сейчас у многих... Что? Сознательное? Сознательное? А что сознательное? Сейчас мы... Так, сейчас, сейчас, сейчас. Прочитаю, что такое. Не было у них жизни без интернета. Молодые. Ну, да, да. Интернет-то настолько серьезно развился, как за последнее время. Именно за последнее время. Я помню всю эту историю. Я был одним из первых, у кого вообще в Иваново появился нормальный компьютер и так далее. То есть, где-то все произошло скачкообразно. Это был 486-й компьютер белой сборки. У меня, там, пенек настоящий. Вообще-то, ну, да не, это не пенек был. Это был белой сборки IBM-ский компьютер 486-й. А потом появилось там на сотка пенек там, да? И так далее. У одного из самых первых появлялись вот такие у меня это компьютеры. Абгрейдил я и СМ-техника. Вот. То есть, я потом... Интернет этот я прекрасно помню по лапше, по телефонной. То есть, когда модемы ставили. Все это по модему. Когда никто дозвониться по домашнему телефону тебе не мог, потому что ты постоянно в интернете висел через модем, через телефонную линию. Это раз. А два сотовых не было. Все, это недосягаемый был. Народ бесился. Сапсиховал, да? Что за беда такая, да? Вот. И, конечно, да, не выросли в той СМГ-среде, которую в том числе и нам еще довелось СМГ пережить. Предположим, были такие 90-е годы, да, лихие, как называют. Когда вообще было все настолько серьезно, что за базаром вообще следить СМГ приходилось. Те, кто в интернете вякает сейчас очень там это борзо на СМГ на форумах, за такой, да не за такой, а за один СМГ процент такого, СМГ базара, который бывает вот так вот в СМСети, можно было поплатиться здоровьем в лучшем случае, а в худшем могли где-нибудь это в леске прикопать. Вот. И это было запросто. То есть там люди базар вообще контролировали очень, СМГ конкретно. И были люди вежливые, даже бандюги. Нет, было быдло, конечно, кончено. Но тем не менее, абсолютное большинство людей тогда получили хорошее понимание, что нужно вообще контролировать, что говоришь. И за базар отвечать, как это называлось. То есть вообще фильтровать базар, за базар отвечать, это оттуда пошло. Да, вроде такой быдловатый терминология, но она реально соответствовала. И поэтому даже на стрелке иногда послали людей, которые умели, умели хорошо рамсить, как это называлось. То есть умели вежливо и очень хорошо общаться, добиваясь своего результата, не скатываясь на хамство, за которое можно было поплатиться очень даже круто. Вот так вот. Так. Да, навыки уважительного общения младых. Молодые люди получали в реальной жизни. Сейчас в интернете. Да, вот я как раз об этом и говорил. Да, я опять же говорю о том, что на самом деле они в жизни, в жизни, умеют общаться правильно. Ну, по крайней мере, школа до сих пор дает навыки, скажем так, к общению, ну, уважительного. Со старшими людьми в реальной жизни они общаются на «вы». А особенно если еще рядом находятся родители их, да, то там вообще все происходит с шоколадом. То есть они разговаривают вежливо, красиво. И потом даже говорят, какой у тебя воспитанный сын, там, или где-то ля-ля. А потом, оказывается, он выходит в сеть, это Витя Малеев, который в школе, ну, ты дома. Дома он, в школе вернее, он там супер-пупер, очень вежливый, культурный. А только стоит ему в интернет попасть, там все, он совсем другой, другой образ. Такого конкретного парня, который не имеет авторитетов, никого ни во что не ставит и общается так, по-хамски. Вот, на самом деле, хамство, я уж не помню, кто это сказал, и не помню, не совсем точно я, видимо, произнесу цитату. Это что-то типа демонстрации силы слабых. То есть, когда слабый хочет показаться сильным, он начинает хамить. Вот это вот реально, это реально соответствует действительности. Так, а что я? Ну, сюда, сюда вот. Как он лихо-то появился, я чуть не вписался. Тоже перестроился. Вот, знаете, я перестраиваюсь, да, показываю поворот направо, и он, и сзади меня тоже направо, но порезче. И фактически получается, что я его подрезаю, хотя он видел, что я маневр начал раньше совершать. Беда вообще. Вот, да. Хорош, знаете, вот иногда я думаю про Дикий Запад, вот именно в этом самом деле ключе. Когда у каждого человека был кольц, да. Показываю, Дикий Запад это такое быдлячье, там, общество, где все по закону силы решалось, и все остальное прочее. Вы знаете, я почему-то думаю, что на самом деле между собой все вооруженные люди должны просто, особенно когда действует сам Ди Закон, вот такой-то Дикий, когда любой-любого практически застрелить может, да, сам сразу, разговаривали, наверное, очень вежливо. Чтобы, не дай бог, не спровоцировать какой-то конфликт. Наверное. Мне так почему-то кажется. Потому что за козла там ответить можно реально было, просто получив там пулю промеж глаз. Прямо тут же. И ты никогда не знал, какой перед тобой топ-ган, который стреляет гораздо быстрее, может быть, чем ты. Только раз и все. И поэтому, дабы не провоцировать, да, конфликт, люди общались, наверное, между собой довольно вежливо. О, не совсем согласен. Но это хорошо. Очень многие молодые люди не умеют правильно разговаривать и в жизни. Да я согласен, не умею. Но здесь обратная связь. Их испортил, скорее всего, интернет. Потому что мама с папой и школу воспитывали, наверное, более-менее правильно. Давали понять, что такое хорошо, что... Неплохо. А интернет-культура это ломает. Ведь бытие же определяется мне сознанием. А у них половина бытия в сети проходит. Так, дальше. Это я не дочитал. Не умеют правильно разговаривать и в жизни. По роду деятельности часто сталкиваюсь с разными... Ну, понятно. А дальше? Это законченная фраза. Я тоже с разными сталкиваюсь. Да, некоторые умеют общаться, некоторые нет. Но я говорю, что я вижу первоначально все-таки причину невоспитания. Хотя, конечно, наверное, школа сейчас не так озабочена воспитанием детей, как это было раньше. Вот. Я не сетую, нет. Я не из тех, из того поколения, которое брюжит и все. Каждое поколение перспективно развивается и двигает что-то дальше, безусловно. Имеется в виду не все целиком, а отдельные индивидуумы. Все целиком население мира, оно постоянно деградирует на самом деле. Вот все целиком вместе взятое. Возьмите хотя бы такую... По крайней мере, если даже не в абсолютных величинах, то в относительных. А знаете почему? А потому что, знаете, скажем так, величина всемирного разума в мире – это величина постоянная. А количество населения постоянно растет. Вот так вот. Значит, народ в массе своей все-таки тупеет все больше и больше. Но правда, слава богу, что неравномерно распределяется этот разум между людьми. И всегда находится гений, которым дано его намного больше. И даже пусть, скажем так, что количество этого разума постоянно растет. Но количество населения растет, мне кажется, быстрее намного. Начитая мою же фразу, понимаю, как мало таких семей... Так, 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 упустил, упустил, упустил. Много уже прошло. Так, если мама с папой, пример, то даже интернет... Согласен, то даже интернету трудно будет поломать. Правильно. В свое время я записывал очень большое, да и не одно хорошее видео, которое как раз называлось «Быть не просто над отцом, а быть примером». Как раз об этом там и было, что дети всегда будут, несмотря на то, что вы говорите им, они будут делать то, что вы делаете, а не то, что вы говорите. Обязательно найдите это видео. Там много у меня про это рассказывается, про то, как правильно быть примером и как совершенно бесполезно трындеть своего ребенка это воспитывать, если вы не делаете сами то, что положено. Сколько папа бы не говорил и мама, что надо быть вежливым, сам здороваться, и все такое проще, а сам тыкает, хамит, особенно если он еще в жизни занимает высокий социальный пост, а со своими подчиненными разговаривает на «ты», сквозь зубы. Никогда ребенок не будет вежливым, однозначно. Он вырастет изначально хамом. Это 100%. А у нас, кстати, в школе, нас как воспитывают учителя? У нас с первого класса, с первого класса при большом скоплении людей, то есть при всем при классе или при посторонних людях, с нами учителя обращались на «вы». С первого класса, то есть ребенку 7 лет, и с ним и учитель обращался на «вы». И в старших классах тем более это было так. Только так, а не как иначе. И только при личном общении между собой, когда там оставили после урока, поговорили там или обращение какое-то, могли там обратиться на «ты». Да. И то после того, как уже был установлен доведительный контакт, когда уже там с учителем общаешься постоянно. Вот таким вот образом, да, воспитание шло. Круто. Так, дальше, дальше. Ребенка в окружении. Ну да. Читая мою эту фразу, понимаю, что семей мало таких, где примерно. К сожалению, да. Их, может, не так и мало, но меньше, чем хотелось бы. Которые служат примером вообще во всем очень мало. Тем более, учитывая то, что население расслаивается все больше и больше на богатых и бедных, культурных и воспитанных. Вообще, вот взять любой совершенно разрез, вернее, срез общества, везде происходит все больше и больше разделения. Богатые и бедные в крайности. Хамы и вежливые в крайности. То есть, одно с другим, кстати, не связано. Могут быть и бедные люди очень вежливые и с остальным прочим. Но я говорю, что разделение становится все больше. Все сильнее и сильнее. Если раньше инь-ян как-то переплетено было одно в другом, то сейчас, конечно, белое и черное становится все более ярко. 50 оттенков серого здесь уже все меньше присутствует. Наоборот, оттенков становится все меньше. Так. Вот так вот сейчас мы тут покрутимся. Крутимся всегда в этом месте. Всегда в этом месте приходится поманеврировать. Очень узкая дорожка. Прямо даже боюсь, что же будет, когда тут, не дай бог, сломается посредине кто-нибудь. Здесь будет заперта добрая пара сотен автомобилей, наверное. Так. Воспитание или есть, или нет. Воспитание будет в жизни и в интернете. Под ником из цифр согласен. Согласен. Я же и не говорю, что под ником из цифр какое-то быдло. Потому что действительно воспитанный человек. Он может общаться правильно. Я просто к тому говорю, что не учитывая особенности общения со старшим поколением, например, у него очень мало шансов получить хороший ответ на вопрос. Потому что его вот такое поведение может быть воспринято не совсем, ну, не так, как он этого хотел бы. Элементарным образом. Я говорю, что я не восприму это как вежливую форму. Понимаете? И все. А, конечно, а встречают человека как? А по одежке встречают. Я встречаю по одежке его тоже. Понимаете, по одежке. Я бы, по-моему, может, это проводил бы его. Общаться уже дальше не буду. Вот и в этом вся беда. Так. Берн. Берн писал. Там все написано уже. А что такое до всех видео? Ага. Ладно, друзья. Знаете что? Я приехал на тренировку. Пошел я заниматься. Не ожидал даже, что мое уведомление о том, что я в ВКонтакте буду чаще фигурировать, наверное, чем в Инстаграме, перерастет в такое интересное общение такое. Я про видео. Что там в них показано? Блин, я немножко уже не понимаю, в чем нить. В моих видео, которые... Что быть примером? Ну, в принципе, там тоже идет мой монолог на эту тему. Но там эта тема очень хорошо раскрыта со всех сторон. Ладно, друзья. Убегаю я сейчас. Наверное, я это видео все-таки выложу в эфир потом. Ладно. Все. Извините. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok